Тревога в краевой столице, связанная с коронавирусом, понемногу начала рассеиваться. Особых поводов бояться тоже пока нет. Граница остается закрытой, карантинные мероприятия соблюдаются, единственный зараженный Иван Юньбин чувствует себя хорошо. Вот и краевое правительство сегодня на оперативном совещании не стало сильно зацикливаться на новом вирусе, а сделало упор на обычный грипп и ОРВИ. Тут уж есть о чем тревожиться. За прошедшую неделю превышен эпид-порог по совокупному населению в 16 территориях Забайкальского края. Также превышен эпид-порог по школьникам в 22 районах. И решениями глав муниципальных образований учебный процесс на сегодняшний день приостановлен в 18 районных краях в 177 школах. Почему позволяем за пределы эпидемиологического порога выходить ситуацию? Мы с разъединительной работой опаздываем, видимо, с мероприятиями, которые должны люди проводить, руководители учреждений проводить, раз позволяем эпидемии распространяться. Давайте разберем все-таки, какие наши типовые ошибки, какие наши недоработки. Не смог Александр Осипов пройти мимо продолжительной болезни и самой Читы. Кому уж точно грозит пневмония, так это окутанные в черном смоге краевой столицы. Конечно, это образное сравнение, однако на деле никаких метафор. Бензопирен ежедневно оседает в легких горожан. По мнению губернатора, эта проблема меньше всего беспокоит Министерство природных ресурсов Забайкальского края. Вы сейчас идите, выясняйте, в чем дело. Отбирайте образцы топлива, выясняйте, что происходит. Идите вместе с Министерством лично-коммунального хозяйства, смотрите, в каких режимах работают печи, котельные, горелки, какое топливо используется, прочее, прочее, прочее. Почему ничего не предпринимаете? Три или четыре месяца уже. Далее к членам правительства обратился Сергей Нехаев. Он сообщил, в Забайкале сейчас проводятся глобальные проверки, касающиеся предоставления краевых ресурсов частным компаниям. Речь идет про недра, леса, дорожное хозяйство и сферу ЖКХ региона. И факты недобросовестных, а где-то и умышленных решений не во благо Забайкали уже выявлены. По словам Сергея Нехаева, это происходит в том числе из-за того, что представители власти подвергаются сильному давлению и шантажу. В случае подобных проявлений, просьб, угроз, угроз шантажа, просто давайте договоримся, мгновенно извещать об этом управление по вопросам противодействия коррупции администрации губернатора Забайкальского края. Александр Михайлович, вы поставили задачу навести полный порядок в этих сферах жизни края, работа данная будет продолжаться и впредь. Сергей Нехаев добавил, каждый факт недобросовестного растрачивания ресурсов изучается. В случае подтверждения материалы передаются в правоохранительные органы. Гулял Хасова, Дмитрий Пенигин, ЗАПТ-ТВ.